Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня у нас в гостях депутат Московской областной думы, который, естественно, представляет интересы городского округа Люберцы, Дмитрий Валентинович Дениско, который недавно был у нас в гостях, но не смог не прийти в эти торжественные дни, дни 400-летия, со дня основания нашего городского округа. Здравствуйте, Дмитрий Валентинович! Добрый день, Николай! Сразу с юбилея начнем. С одной стороны, это вроде как такое огромное количество лет, с другой стороны, мы живем здесь и сейчас, и к празднику готовились. Как готовились вы? Ну, мы готовились вместе, как говорится, со всеми жителями, собирали наказы, максимально старались исполнить эти наказы, работали вместе с исполнительной властью. Очень помогало нам правительство Московской области, то есть, ну, мы можем поподробнее осветить моменты, потому что для кого-то праздник, а для кого-то это большая-большая работа. Ну, естественно, после каждого праздника, вернее, после каждой работы наступает праздник. У нас, я думаю, что жители все видят, и даже от этого некоторые неудобства испытывают. Слишком интенсивно сейчас идут все процессы, вот, ну, вот даже наша центральная магистраль, вот первый этап должен вот-вот закончиться. Вот, да, вот, вот, да, то есть, когда в конце августа мне сказали, что вот 7 сентября кровь из носа должен запущен быть, должна быть запущена эстакада, Конечно, я отнесся с недоверием, но спорить не стал, потому что я вижу, как работают сейчас вот подрядчики днем и ночью. К сожалению, это вызывает нарекания у жителей, которые живут рядом, потому что, ну, действительно, днем и ночью идет работа, идет шум. Вот, мы, конечно, стараемся это дело сгладить, ну, чтобы поменьше шумных работ происходило ночью, но сроки поставлены очень такие жесткие, сжатые, да, поэтому вот люди делают все, что могут. Но, с другой стороны, это так важно, даже можно потерпеть, что уж там. Опять же, даже округ предоставил своих подрядчиков, чтобы вот на подстраховку, скажем так, там, да, поэтому я думаю, что, опять же, всем миром, как бы, мы должны эту тему вытащить. Ну, получается, вроде как подвыборы, получается, потому что 8 числа выборы начинаются. Ну, и это тоже, а вообще, вы знаете, кто-то мне один умный человек сказал, хорошо, если выборы будут каждый год. Потому что, как считается, подвыборы делается очень много хорошего. Но выборы – это точка, это дата, а основная работа происходит между этими выборами, и у нас эта работа, она не прекращается. Давайте еще расскажем о том, ну, мы и в прошлом эфире, ничего страшного, если мы что-то повторим, потому что это был такой отчетный, а сегодня у нас такой полупраздничный полуэфир, связанный, в общем-то, с начала сезона. Понятно, что депутаты, как я и тогда спрашивал, у них, в общем-то, нет таких пара отпусков глобальных. Но, тем не менее, новый сезон начинается, когда возвращаются люди из каких-то отпусков, дети идут в школу, студенты идут в высшее учебное заведение. Ну, как-то начинается, вот жизнь возвращается из небольшой летней спячки. Тем не менее, работа ведется, и давайте напомним, что на сегодняшний день в вашем, как говорят сейчас, в портфеле, какие наказы, что выполнено, что выполняется. Ну, в нашем портфеле наказы постоянно пребывают, это происходит в ежедневном режиме, потому что мы очень много встречаемся с нашими жителями, и на каждой территории есть свои вопросы. Уровень вопросов абсолютно разный, где-то самый минимальный, вот где-то какая-то предаварийная ситуация, но там мы остро реагируем, там моментально, да, а где-то это уже совсем как бы другого порядка, то есть вот у нас немножко наша хорошая современная спортивная площадка немножко нам поднадоела, нельзя поменять тренажерчики. Ну, вот разный уровень потребностей. Ну, скажем так, вот если мы пробежимся по социалке, да, здравоохранение, да, запустили уже две, вот в этом году только новых поликлиники, да, в округе. Капитально ремонтируются поликлиники, да. По новым этим стандартам, которые сейчас говорят? По новым стандартам, да, по новым стандартам. Вот я был совсем недавно поликлиника на Вечном огне, ну, понятно, там поставлен МРТ, и вообще сейчас, я уже говорил в прошлый раз, что губернаторам поставлена задача перейти на, отойти от аналогового оборудования на цифровое, то есть более современное. И к этому идем семимильными шагами, обновляется ежегодно. Вот, покупаются новые, там, компьютерные томографы, там, МРТ, новый аппарат ставится, то есть, ну, для того, чтобы диагностика была действительно ранней и своевременной. Вот, ну, меня приятно, там, правда, еще там не до конца не сделали, но вот один этаж сделали, в новом стиле, мне уж понравилось. Вот, третий этаж, второй этаж, там, они, вот, планируют на следующий год сделать. Холл, все остальное, как бы, уже продумано, есть даже детская комнатка такая небольшая, детский уголочек такой. То есть уходим от вот этого вот старого, советского такого. Да, то есть если мама пришла с ребенком, и, хотя она записалась ко времени, но всякое бывает, может, придется немножко подержать. Да, то есть у ребенка есть возможность где-то там, чтобы маму не дергать постоянно, там, ну, немножечко там поиграть. Вот, и это во всем. То есть, ну, вот, опять же, у нас, мы работаем в команде губернатора, губернатор ставит такие максимальные задачи, чтобы не вот абы как это работало, а чтобы это было на самом высоком и правильном уровне. Ну, наверное же, задачи, они бывают разные, поэтому и работают люди, которые могут их выполнять. Иногда задача ставится с делой, иногда, наверное, возникает мы, а как? То есть надо изыскать здесь, здесь резерву, оно же с неба-то не падает, надо работать, и тем более, что вы уже в этом процессе давно существуете, то есть хорошо, когда есть какие-то налаженные уже профессиональные связи, и это делается гораздо быстрее. Вот когда приходят, да, молодые депутаты, некоторые много обещают, но им сложнее это делать, а у вас уже наложено. То есть правильно я понимаю, что команда правительства, Московская область, Дума и губернатор, то есть они ставят не невыполнимые цели, ведь можно же сказать все, что угодно, да, достать, достаньте мне солнце. То есть ставят цели, которые можно выполнить в определенные сроки. Мало того, мало того, если цель поставлена, в течение буквально недели есть дорожная карта по ее выполнению. Вот так работает команда губернатора. Реалистичная. Ну, естественно, только реалистичная. И так работает команда губернатора. По-другому нет. Вы знаете, иногда грешат, скажем так, некоторые люди, которые идут на выборы, грешат заявлениями, которые они даже думают, они верят в то, что они смогут реализовать. Но чем отличается опытный человек от менее опытного человека? Да, то есть опытный человек знает, что можно, что нельзя. Но честно скажу, что вот этот год, он юбилейный, он не просто юбилейный, он волшебный для нашего округа. Потому что столько пряников, сколько нам, скажем так, подарила область, еще не было. То есть это касается вот всей нашей инфраструктуры. Всей нашей инфраструктуры, по сути, ни одного отказа, ни одного отказа не было. Есть единая, вот одна сейчас такая задача, которая, ну вот она не реализована, и пока мы не знаем, ну, мы надеемся, что мы это подыграем, и все будет хорошо. Это хореографическая школа, пристройка. Потому что это не из-за того, что там область против этого и так далее. То есть сейчас у области есть очень четкие параметры. Они выстроили систему максимально эффективную. Есть параметры. Вот сколько авторизованных, подтвержденных родителей нуждается, вот верифицированно так это называется, да, и нуждается вот в расширении существующего там положения. И вот в этом плане мы немножечко, как бы, ну, просели по показателям. И только из-за этого вот эта ситуация немножко отменилась. Ну, я надеюсь, вот сейчас, как бы, и Рожников, Илья Александрович, они этой темой озабочены. Тропин, Татьяна Ивановна тоже, как бы, ну, все, как бы, эту тему понимают, все эту тему знают. Я надеюсь, опять же, мы общими усилиями эту тему сдвинем. Сейчас вот запустят Октябрьский проспект, будет аналитика определенная осуществляться. Вот я в прошлый раз уже, по-моему, такой маленький секретик насчет дырки-то сказал, да, нашей этой, скотопрогонника нашего, как он правильно там называется. Вот. Сейчас будет аналитика, когда все откроется, когда все поедет. Если там сохранится потребность, да, если там будут пробки и так далее, все, то есть уже следующим этапом будет проектирование, строительство, реконструкция этого проезда на северную сторону. Ну, я считаю, что это крайне необходимо, и так считают многие наши жители. Вот. Со Смирновской улицы тоже двинулся процесс, это на въезд страны Котельников. Тоже там есть уже дорожная карта, уже понимаем, как это будет. Там предварительно такой вариант лайт, но с небольшим изменением там движения, вот, с запуском там автобусной полосы, но с установкой камер видеофиксации, вот такого комплекса видеофиксации, да, то есть мы тоже должны там эту проблему решить. То есть точно вот эти все мы вопросы должны узелки развязать, развязать, развязать. А вот что это за коллектив, который развязывает эти узелки? Понятно, что есть депутат, но есть еще люди, которые разбираются в видеофиксации дорожной работе. Это какой-то конгломерат такой людей? Ну, вот в частности, например, на, вот по Смирновской мы работали, это однозначно администрация, управление по дорогам, который занимается транспортом и дорогами. Вот. Плюс мы привлекали ГИБДД, плюс привлекали проектный, проектный там проектировщик, который там нам подсказывал, да, плюс это, естественно, Министерство транспорта Московской области. Все. То есть когда мы подготовили свой вариант, мы им отослали, они проанализировали, привлекают своих там умных и знающих людей, которые могут это проанализировать. Выехали на место, посмотрели, что здесь можно сделать, какой кровью, потом уже смотрят, какой бюджет там и так далее, ну, приблизительно. И когда оценка уже, все это дело происходит, идет, либо, как бы, да, двигаемся вот в этом направлении, либо нет, давайте думать что-то другое. Но мы уже двигаемся в определенном направлении, то есть мы, как бы, все согласились с их предложением, проект, они нам прислали, предпроект, это такой этот набросок, скажем так, схема, схематичная. Вот, он сейчас нас всех устроил, как бы, мы двигаемся в этом направлении, как бы, я думаю, что там будет все нормально. Напомню, что у нас в гостях Дмитрий Валентинович Дениско, депутат Московской областной думы. Дождитесь продолжения. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, у нас в гостях депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско. Напомню, что у нас начинается осень, с осенью начинается у нас с вами, ну, во-первых, 400-летие, такая официальная уже торжественная церемония праздника 400 лет городскому округу Люберцы. Начинается у нас учебный, так скажем, процесс, о чем мы чуть-чуть позже поговорим, потому что Дмитрий Валентинович этим вопросом тоже, естественно, занимается, плюс еще и спортивными составляющими. Ну и, конечно же, не могу не открыть вот вторую нашу главу в сегодняшней встрече с выборов, потому что выборы по-новому у нас в какой-то степени проводятся, да, три дня, кто-то уже будет голосовать, кто-то, насколько я понимаю, онлайн может голосовать. В общем, давайте мы сейчас поговорим и с точки зрения выборов, как вы же представитель конкретного партийного, скажем так, направления, но и с точки зрения самого механизма выборов. Некоторые люди думают, зачем нам три дня? Не много ли это? Ну, во-первых, если вы уже говорите про направление, да, я представитель партии «Единая Россия», но я сейчас не буду заниматься агитацией, да, потому что я считаю, что наш Казеледак лучший, и он доказал своей работой, что он не только высокоэффективный там, да, человек, но человек, который реально вникает, реально понимает и реально знает, как делать, и делает. Вот, но если мы говорим про выборы, да, они необычны чем? Что можно проголосовать онлайн, есть специальный портал электронного голосования, там можно авторизоваться через свой аккаунт в госуслугах, это надо сделать до 4 сентября. Да, если ты там поставишь отметочку «хочу проголосовать онлайн», то автоматически фамилия избирателя уже в оффлайн, там, в школе, там, или где, в избирательном, на избирательном участке уже этого не будет. Да, то есть он сможет проголосовать только онлайн. То есть двойного не будет? Ни двойного не будет, да, если он вдруг передумал, тоже до 4-го числа, там, по-моему, до 12 ночи, можно будет… Галочку снять. Галочку снять, да, отменить. Ну, если вдруг… Для чего это делается, да, ну, все люди занятые, да, кто-то уезжает куда-то, кто-то отдыхает, кто-то работает. Кому-то лень идти, да, ну, в конце концов. Все по-разному, да, кто-то даже не знает, куда идти. Есть такой вариант, да, есть такие, ну, бывает, тем более у нас очень много территорий новых, да, там люди прописались, а как бы они еще не принимали участие в голосовании, ну, там могут не знать. А здесь никуда идти не надо, ты зарегистрировался, в госуслугах сейчас большинство наших граждан уже имеют свои аккаунты. Все, зарегистрировался, захотел проголосовать онлайн, с 8 по 10 число ты можешь сделать свой выбор онлайн. А вы для себя онлайн выбрали? Нет, мне нравится атмосфера. Традиционно? Да, традиционно. Я обязательно прихожу, я смотрю, сколько людей. Ну, вообще, эта атмосфера мне как бы, она такая по душе. Я общаюсь с членами избирательных комиссий, вот, спрашиваю их мнение, там, активность. То есть мне больше нравится оффлайн. Ну, а сама система сейчас у вас выборов устраивает с точки зрения депутата. Понятно, что сейчас выборы губернатора идут, но, тем не менее, вы же тоже участвуете в избирательной кампании. Потому что, ну, люди же по-разному думают, вот, сейчас в онлайне там что-нибудь напишут или что-нибудь подбросят, да, и так далее. Как вы к этому относитесь? Ну, вы знаете, я, ну, даже здесь не подвергаю никаким сомнениям возможности манипуляции при электронном голосовании. Потому что, ну, вы представляете, это даже не то, что скандал какой-то, да, высочайшего уровня может быть, но это подрыв вообще устоев государственной власти, я считаю, да. То есть это преступление, фактически, может быть. Преступление – это однозначно, но это, ну, как бы для меня это вполне очевидно, вполне очевидно, что электронное голосование – это правильно, это максимально расширяет возможности нашего электората. То есть каждый человек может проголосовать. То есть увеличивает процент участников, да? Да, да, может, скажем так, сделать свое волеизъявление, потому что в некоторых странах за то, что ты не голосуешь, есть штраф. Да, есть штраф. Да, то есть там ты обязан, это обязанность голосовать, там, против, за, там. Как угодно, но ты голосуй. Как ты обязан высказаться. Если ты не высказался, тебе накладывается штраф. Я не призываю к этому, естественно, да, но мы должны максимально облегчить задачу человека сделать свой выбор. Понятно. Ну и последний вопрос по выборам, потому что, собственно говоря, они уже совсем скоро, да, как мы уже сказали. Вот вы сказали, что пойдете 10-го, и, насколько я понимаю, все итоги будут все-таки после 10-го. То есть каждый день будет собираться, куда-то складываться, да, а потом после 10-го уже будут подведены итоги. Ну, если мы говорим то, что вот предварительно, на которое идет голосование, да, это на избирательных участках все хранится. После окончания, когда закрывается избирательный участок, все отводятся в центральную нашу избирательную комиссию, и там уже все это дело... Ну, вернее, вернее, как, не совсем так. После окончания дня голосования на местах, вот на участковых избирательных комиссиях вскрываются все пакеты там предварительно, выездное голосование и так далее. Все там суммируется, заполняется протокол, и потом все везется в центральную. И здесь уже, как бы, суммируется вот по округу все, и пересылается уже в региональную. И там уже окончательно подводится итоги. Ну, еще один такой провокационный вопрос. Не было ли команды для Московской областной думы, для всей Московской областной думы, максимально, значит, под галочку проводить там какие-то работы по выборам? Ну, у нас работа проводится ежедневно. Ежедневно, ежечасно. Может быть, у нас сейчас проводится больше встреч, но это не только связано с выборами. Это связано с тем, что мы начинаем сейчас работать. У нас были каникулы достаточно продолжительные. И мы всегда, у нас всегда август, это вот сбор, максимальный сбор наказов, максимальное количество встреч. А в Московской областной думе есть разные партии. И все работают. То есть все, как бы, занимаются этим делом. И у них есть даже свои кандидаты, насколько. Ну, конечно, понятно. Хорошо. Все, будем задавать пока провокационных вопросов. Но такой вот тоже подход человеческий. Неважно, да, выборы прошли, закончились. У многих людей, вы сами сказали, кстати, 400 лет, рано или поздно закончатся. Вот, и есть такое ощущение, что по традиции могут что-то где-то бросить. Строили-строили, праздники прошли и забросили. Значит, выборы прошли, ну, теперь можно перенести. Вот, есть такой страх у людей. Насколько это реально сегодня, что что-то не будет выполнено или будет заброшено? Это, ну, вероятность, вы знаете, катаклизмов в нашей жизни велика. Вот, форс-мажоров, скажем так. Да, но система выстроена так, что ничего не может быть заброшенного. Да, бывают недобросовестные подрядчики, которые делают плохо, с которыми прерываются договорные отношения, разрываются контракты и так далее. Но эти контракты заново разыгрываются, выходят другие подрядчики, которые доделают деньги. Если уже выделены на это дело, они будут до конца. То есть, этот проект должен быть доведен до конца. Да, иначе это уголовные дела, это банкротство всевозможное. То есть, не исчезнет это все в любом случае. Это все, ну, как бы, система заточена так, чтобы доводить начатое до конца. Ну, и в финале нашей сегодняшней встречи, конечно же, мы не можем обойти вопрос День знаний. Это когда 1 сентября мы все немножечко напрягаемся в самых разных. Даже если вроде как и нет отношений, все равно вот такое ощущение, что опять в первый класс идти. Вот я прекрасно понимаю, что в работе депутата любого уровня, школа, вышеучебное заведение, детские сады, это такой важный элемент, что, с чем мы подходим к 1 сентябрю этого 2023 года, как депутат, вы нам о чем расскажете? Мы подходим с очень хорошими показателями, прежде всего, да. Если мы говорим про запуск новых каких-то учреждений, да, осуществляется, построено, введен вот детский садик на 350 мест. Вот ездили мы на прошлой неделе, это микро-район «Самолет», там прекрасное место, озеро Черное. Кстати, там вот для жителей того района тоже могу сказать, что Андрей Юрьевич Воробьев провел встречу с Сергеем Семеновичем Савьяниным и договорились благоустроить эту территорию, потому что там такой юридический казус. Вода областная, то есть Люберецкая, а территория вокруг озера московская. Вот земля московская, а вода Люберецкая. То есть по земле ходить можно? Такой, такой, да. И вот оно из-за этой вот какой-то такой нестыковочки долгое время оставалось таким, ну, заброшенным местом. Вот, сейчас есть договоренность, в следующем году делается проект, вот, и символично, что там будет такой мостик, соединяющий там через приток, который соединять будет два микрорайона, он будет называться мостом дружбы, вот, как раз между двумя регионами. Да, по поводу образования, то есть, ну, тоже я об этом говорил, у нас в 22-м году три наших школы вошли в топ-100 Московской области. Это 16-я, 56-я и 41-я гимназия. Вот, это очень с хорошими результатами. Вот, кстати, получили руководители для своих учреждений гранты, очень приличные там на развитие, да. Вот это мотивирует и другие учебные заведения развивать. У нас 5 тысяч первоклассников, 5 тысяч первоклассников, у нас почти 50, даже больше 50 тысяч школьников и порядка 20 тысяч дошкольников. То есть, представляете, какая армия, то есть, порядка 70 тысяч у нас детей в возрасте там от 2 до 18 лет. И вот для... Они все вместе, дружно, 1 сентября пошли в новый класс, в новые здания, кто-то в отремонтированное здание пошел. Вот, то есть, все хорошо. Все хорошо. Вот приятно, когда депутаты говорят, все хорошо. Это редко происходит, но хорошо. Тем более, что мы находимся все-таки в преддверии праздника. И я сейчас предлагаю вам, Дмитрий Валентинович, обратиться в левую нашу камеру ко всем нашим жителям, поздравить их с 400-летием. Есть такая возможность. Замечательная возможность. Не каждый раз предоставляется поздравить наших любимых жителей с такой серьезной, мощной датой. 4 века, 400 лет. Сколько поколений наших предков строили, создавали, воссоздавали нашу прекрасную, родную Люберецкую землю. Я вас всех поздравляю. Желаю, чтобы каждый из нас вносил посильный вклад в улучшение, в укрепление, в украшение нашего дорогого, любимого города Люберцы. Всех с праздником, счастья, добра и мира. Спасибо большое. Депутат Московской областной думы Дмитрий Валентинович Дениско. А вас с началом такого нового сезона. Ждем вас уже, наверное, поближе туда к концу осени, началу зимы. Спасибо, Николай. Надо будет раньше приходить. Приглашайте. Мы всегда готовы прийти, рассказать, ответить на вопросы. В прямом и не в прямом эфире. В любом. В любом. Спасибо большое. Ну, это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!